Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Кутя. В соответствии с указом главы Республики Асен Сергеевича Николаева, режим повышенной готовности, объявленный на территории Республики в марте месяце, продлён по 31 ноября 2020 года. Это связано с той санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая оценивается сегодня как стабильно напряжённой. Всего за последние сутки выявлено 191 новый случай новой коронавирусной инфекции с учётом новой методики подсчёта, установленной Роспотребнадзором и по данным Роспотребнадзором по территории Республики. В городе Якутске, в столице нашей Республики, в случае сегодня зарегистрированных новых 104 случаев, необходимо обратить внимание, что порядка 10 случаев зарегистрировано, в пределах 10 случаев зарегистрировано в Алданском, Мегиноконголасском, Вилюйском, Нюрнгринском, Нюрбинском, Олюкминских районах. И, соответственно, в 17 населённых пунктах республики, в 17 улусах республики у нас зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Учреждения здравоохранения и Управления Роспотребнадзора работают как с больными коронавирусной инфекцией, так и с их контактными лицами. На настоящий момент на территории республики продолжается работа наших лабораторий. Как я говорила с прошлой недели, мы начали работу путём тестирования не только через лаборатории, но и иными способами. Центральные районные больницы осуществляют тестирование. За сутки проведено 4265 исследований на новую коронавирусную инфекцию. В целом сегодня республика провела порядка уже 640 тысяч новых тестов. За сутки у нас зарегистрировано, по данным Роспотребнадзора, два летальных исхода. И, соответственно, ведётся работа по учёту всех случаев, которые возникают на территории нашей республики. 31 октября 2020 года Министерством правительства Республики подписаны соглашения о предоставлении Республики бюджетных средств из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медицинским работникам. Также подписано соглашение на приобретение дополнительных лекарственных препаратов на сумму 36 миллионов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторном порядке. На настоящий момент в эти выходные дни Министерство здравоохранения совместно с Казначейством и, соответственно, нашими учреждениями здравоохранения работало в режиме практически 24 часов в сутки посменно. И, соответственно, в течение начала этой недели мы должны осуществить все закупы и уже приступить к осуществлению в том числе и бесплатного лечения амбулаторных больных. Сегодня у нас также будет подписано соглашение на оснащение лабораторий для проведения анализов на COVID не более чем на 5 миллионов рублей. Это те позиции, которые непосредственно связывают Республику с федеральным центром. Кроме того, на прошлой неделе наши главные врачи участвовали в семинаре, проведенные, соответственно, институтами пульмонологии Российской Федерации. И именно там получили определенного рода новый опыт, новые наработки, которые мы также будем использовать, поделились своим опытом для дальнейшей работы с новой коронавирусной инфекцией. Я хочу обратить внимание на позиции, которые у нас продлены указом главы Республики Саха-Якутия в части продления режима повышенной готовности. К сожалению, мы до сих пор не можем вести в очный режим работы наши учреждения спортивной дополнительной подготовки и, соответственно, учреждения дополнительного образования. Их работа приостановлена до особого распоряжения главы Республики Саха-Якутия в режиме повышенной готовности. Кроме того, сохраняется режим изоляции для граждан старше 65 лет и, соответственно, граждан, которые страдают хроническими заболеваниями. И в связи с этим усиливаются меры, направленные на усиление волонтерских движений по доставке продуктов, оказании помощи пожилым гражданам. Необходимо обратить внимание, что у нас до сих пор продолжается режим полной изоляции наших учреждений социальной защиты. Тем не менее, как в наших учреждениях республиканских, так и в частных учреждениях социальной защиты возникают ряд случаев, которые являются сегодня предметом проверок и, соответственно, по результатам которых уже будет доложена ситуация. И, прежде всего, сейчас решается вопрос по скорейшей госпитализации этих людей, оказанию медицинской помощи и, соответственно, разрешение ситуации, которая сложилась у нас как в частном пансионате «Забота», так и есть ряд случаев по нашим государственным учреждениям социальной защиты. Работа в данном направлении проводится. Необходимо обратить внимание, что сегодня мы постарались уже по мониторингу практически этой недели всё-таки провести свою работу над ошибками и, соответственно, снять напряжение по изготовлению анализов. Значительно сократили эти сроки. Сейчас работаем для того, чтобы также у нас ускорить получение анализов и из районов республики. Но я, наверное, не устану повторять, наличие или отсутствие анализа не означает, что человек его дожидается, и только потом начинается лечение. Все медики знают, что лечить они начинают сразу. Это их основной долг и обязанности. И они с ней сегодня у нас безусловно справляются. Действительно, на прошлой неделе наша медицинская общественность была обеспокоена, и мы все, соответственно, летальными исходами, которые произошли и в медицинской среде нашей республики. Я благодарю граждан республики, которые, в общем-то, оказали свою определенную, показали свою гражданскую позицию по поддержке, соответствующую ей помощь. И те государственные гарантии, которые предусмотрены в данной ситуации, будут оказаны семьям этих медицинских работников. Сегодня на территории республики работает сама по себе система, установленная еще в мае месяце 2020 года, по выплатам, которые осуществляет Фонд социального страхования как заболевшим медикам, так и членам их семьи в случае их смерти. Рассматривается это как страховые случаи, и достаточно оперативно и четко выплата осуществляется через Фонд социального страхования.